здравствуйте друзья у нас на экранах луиза и я подумал что поскольку луиза так и поставлена выполнять очень ответственную роль на кампусе портнов компьютер скул это фактически директор кампуса и человек с большим опытом в тестировании я подумал поскольку вы луизу совсем не знаете то мы ее и представим значит ночью луиза откуда что чего как в америку попала как вообще добрый день попала как во первых давайте уж как про бэкграунд как полагается у меня два образования филологическое первое и второе юридическое то есть я филолог с юридическими наклонностями или юрист с филологическим филологом как угодно русский язык и преподаватель русский язык и литература а луиза из ташкента да ну вообще из узбекистана я родом из харизма это родина аль харизми основоположника алгебры и прям по узбекски можете нет я я совершенно советский продукт хорошо и ну как когда приехала в америку я конечно как и все столкнулся с вечным вопросом что делать а как приехали мы упускаем и секретная карте информацию меня живитель интересуется 1 у меня есть замечательная сестра которая первая приехала она вышла замуж сюда и вызвала вызвала меня по соединению нет просто в гости я приехала и как говорят есть такая шутка приехала и забыла уехать обратно вот и в принципе параллельно у меня было несколько всем у меня все инструменты оказались в руках параллельно разы играла в грин карту который я выиграла это интересно получилось получилось что грин карту значит подала на политическое убежище 2 и 3 вы вышла замуж и самое интересное что все эти 33 пути они в один момент они все выстрелили я из этого делаю вывод такой приезжайте сюда а на месте уже можно сориентироваться когда приедешь так и грин карта лучше выигрывается но видите как мою в моем случае так и получил хорошо стал вопрос чего делать стал вопрос что делать если нет английского не было был немецкий в школе в университете и по моему и во втором тоже университете да только было немецкий без языка и в принципе у меня два как как и полагается у меня есть крестные кей родители первое это моя сестра которая привела меня в эту профессию за ручку можно сказать которая объясняла показывала по пальцам и все такое прочее и но все равно оставались сомнения и такие терзания внутренние но все-таки нет специфического образования нет технического ну как что и и в этот момент в картину вошел михаил в котором в одном из видео где он рассказывал что вы знаете что ваше образование это действительно ваше ну как сказать ваше богатство потому что любое ваше образование можно переориентировать в работе к и для меня это было просто эврика и после того как я прослушала это видео конечно уже никаких это был такой очень решающий аргумент чтобы идти вперед и переучиться на на колите ашура сенчин а сестра как попала к ей вы знаете она тогда вот как раз она была в первых таких вот первой волне наверно когда это все начиналось девяносто ну чуть позже в конце девяносто да и она да она но она сама все вот не никуда не самоучка самоучка да все она закончила в университете какие-то курс на первую работу и как кто привел на первую работу кто привел а вы знаете я так себе самая проблема попасть на это правда да но вы за я вот даже не могу вам сказать честно говоря это так сейчас я не вспомню но тогда у нас не было такого замечательного михаил портнова смысле он был но у нас его не было ну и в конце 90-х я в онлайне ничего не делал то есть да то есть все как говорится праву прокладывали тропки сами и выбирались и как устраивались сами и принципе да так и было ну хорошо значит так сестра сориентировала наш класс как-то утвердил в намерении или что нет ваше видео утвердила в намерении и потом я тоже взяла у вас онлайн курс но на тот момент у меня в принципе было уже резюме и мне нужно было уже просто собирать больше информации да вот но вы очень помогли моему сыну которые уже сюда приехал который приехал сюда я помню вот я очень благодарна всегда с такой теплотой об этом вспоминаю что действительно когда было очень такое ограниченное такое состояние но тоже что делать что со сыном делать и все я помню я позвонила вам и я была очень тронута вашей человечностью и открытостью и когда вы сказали боже мой да пусть приезжает да да поможем я была как ну вот жить ой да и жильем поможем и это я вот вот он только закончил школу он вы знаете он мне говорит вам ты знаешь я я в колледж не пойду я я не пойду в колледж сынок ты знаешь я не могу тебе свою голову подставить если ты так решила на твое решение и в какой-то момент он стал работать стал развозить водителем работать в бразильском каком-то ресторане и начал значит и там шифты у них какие-то были ночные что такое да и очень была такая я смотрю что она совсем не туда идет то есть он ночью работает днем он спит лет ему сколько ему было вот 18 по моему было на 17 и помню я позвонила вам вы сказали да боже мой да он самый долго устроиться вперед вас как это вообще не проблема пусть приезжает это вообще самого молоденькие и действительно вот так и получилось и он приехал и отучился вот эти три три с половиной месяца получил интерншип а сколько лет ему сейчас ему сейчас 20 в апреле 27 большой большой да у него же такой серьезный опыт он уже сейчас он уже автоматичен к инженер зарабатывает хорошо зарабатывает у него хорошая зарплата учиться пошел куда-нибудь потом вы знаете он учится параллельно но это очень медленно идет потому что все-таки работа занимает основное это время потом когда уже хорошо зарабатываешь уже как-то дается не так актуально но как-то не так как раньше скажем так то есть человек уже владеет профессии и действительно вопрос образования конечно висит но не так остров мое наблюдение такое друзья когда рецессия какая-то приходит все идут учиться даже те кто работает и работу не терял вдруг до них доходит что в условиях когда рынок сжимается и конкуренция повышается то уже без образования плохо и те у кого бакалавр идут на мастера те у кого нет бакалавра идут на бакалавра и вот это вся вертикаль тискать образовательная на вся выстраивается и народ так все идут учиться хорошая экономика она разбалывает и так ценности местами составляет но хорошо потом вы переехали сюда до кремниевую долину из лос-анджелеса а в каких-то таких звонких компаниях доводилось работать а я вообще у меня у меня есть опыт как корпоративного административного руководства компании еще долгий долгий да ну чай это была частная компания и после этого я работала в disney disney company какие это была вот моя первая работа я интересно там прикольно очень офис очень приходишь как дисней у нас был очень интересный проект мы работали это был разработка сайта для мам и для детей со всем вот этим контентом со всем содержанием там были прикольной игры всякие раскраски какие-то интерактивные какие-то вещи и очень интересно и было в проект довольно так это было сначала это было сначала по контракту работа по контракту моя первая работа была потом они продлили много обычно как это бывает вот тоже хочу дать такую как бы рекомендацию никогда не бойтесь контрактов даже это был первый контакт 1 1 1 1 работать было на три месяца но я так с удовольствием с такой радостью и конечно и взяла и продлили очень много-много раз потом предложили постоянную работу то есть как бы вот так вот то есть не нужно бояться вот этого короткого срока мне кажется что в сегодняшнем мире страхов в отношении контрактов намного меньше чем было там 10-20 лет назад когда дачок прижал новичок ему все ты что только постоянную работу с бенефитами и он сдал работа должна быть постоянно из бенефитами а тут же ты меняешь профессию мало того вот взяли тебя на постоянную с бенефитами на минимум фактически тоже ты только вот вышел святом дайте 40 тысяч времена там 90 будет 40 тысяч ну так ты поработал три месяца там ушел уже там уже 50 60 там 78 и концу года у тебя там 75 начал на 40 конце года 75 а так ты вот так и сидишь на 40 что тебя концу года будет 40 40 ну там тебе повысит немножко вот поэтому конечно не надо бояться опыта набрался вперед 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 но бывает люди хотят сидеть на месте нравится и я не против но сиди если если тебе нравится и тебе хорошо и черный пицца но бывают такие неугомонные но бояться не надо конечно лучше быть на контракте там на три месяца чем ждать еще и там месяц или два или три неизвестно сколько ждать конечно какой-то другой там лучшие позиции то лучше поработай месяц начиная дальше искать но ты работаешь ты в другом состоянии ты приходишь от тебя энергия совершенно другая я как-то ребятам рассказывал что вот когда ты приходишь там куда-то на интервью а у тебя уже есть оффер вот там вопрос идти или не идти если уже оффер есть я у каши иди на это очень интересная тема да я бы ты идешь у тебя же оффер есть ты другой человек нам и ногой открывает дверь ну да и скорее всего тебе еще будет вот и мне там кто-то говорит так можно же сказать что есть сказать это не то же самое это знаете это как элементы театрального мастерства есть такое есть то есть люди которые так сказать творчески к этому подходит и в принципе я не могу осуждать за это я могу сказать что у нас было пять или шесть профессиональных драматических актеров ну за много лет там народа много эти получают офферы вот сколько интервью столько офферов неважно вообще о чем позиция бывает на такую позицию что это спрашиваешь зачем позвали вообще ну то есть ну вообще никак это же оффер дают потому что потому что правильный человек важнее чем правильный набор навыков особенно когда ты не на сеньорскую идешь а так где-то там ближе к началу они отыгрывают правильного человека понимаешь они заходят раз вот знаете этого та тема скользкая которая к сожалению все как бы я не могу обманывать а я не могу обманывать это это знаете это я считаю это действительно это не та тема совершенно тут речь совсем не об обмане действительно но система так построена никто не хочет брать новых людей без опыта вот как это же не наша не наша вина что система так устроена ну так по большому счету но но нельзя воспринимать систему как вот то что называется face value вот как написали вот тут вот система так и работает как бы здесь такая фраза известная что суровость российских законов царского время то есть суровость российских законов вполне компенсируется необязательностью их исполнения поэтому ну они там по напишут по напишут ну и что ну по напишут действительно нужно подходить к вопросу немножко полегче и творческие это действительно поможет потому что если вот удавалось творческий подходить конечно и так после диснея что у нас было ну после диснея а было еще пару таких небольших компаний вот потом была работа в воркдей очень очень сегодня известная компания действительно замечательный environment очень самая моя любимая работа скажем так да вот и то я довольно длительное время работала там в автоматизацию как затянулась в автоматизацию затянулась как сказать жизнь заставила но изучала как вы понимаете а у меня была возможность все-таки была возможность именно в команде расти вместе с командой то есть я когда я присоединилась компанию я была как меню кей и в принципе но наша компания вот ворты тогда она действительно тоже очень развивалась совершенно там семимильными вот такими темпами очень все быстро было и в принципе нужно было перестраиваться и мы были вынуждены тоже перестраиваться и идти и обучаться у нас кстати они нам предоставляли тоже обучение вот у нас были какие-то классы какие-то кампусы но воркдей немножко другая система у них есть свой язык программирования экспрессу да и в принципе я тоже прошла обучение найти экспрессу курсах и так называемая язык называется ваз да это внутренне это внутренне ничего как все на джаве поймете вот на и короче говоря да то есть такая вот специфика была а последняя работа какая-то ну вот принципе я проработала вот уже здесь долине основное время я проработала вот воркдей до до конца пока не закончился проект наш и уже тестирование мы уже вышли наш продукт уже вышел на стадию когда тестирование уже не нужно они уже просто как мейнтен то есть обслуживали да вот и поэтому у меня закончился проект и тут как раз поступило тут мы подвернулись такой вопрос хочу задать вот очень многие люди жалуются вот те кто начинал особенно те кто начинал там 20 лет назад но даже и те кто 10 там или 5 или 6 там зависит они к молодежь поджимает вот прямо я не чувствую что я могу с ними там вот вот как с этими быть 20 вот как ваш сын допустим как с ними ну конечно вместе работать конечно молодежь действительно более так сказать более развита но мы это более опытный нас тоже как это как там салтыкова щедрина говорит пусть старый до воробей они они тоже там молодой дарил старый до воробей да нет конечно мы еще мы еще ого-го мы еще этим орлам можем помочь советом конечно конечно все таки опыт это это большое великое дело напор энергии это конечно важно но в комбинации с опытом это совершенно другой пакет а можно сказать вот из наблюдения что вот нынешний молодняк как бы сказать не не ценит формального образования вот в отличие скажем от нас вот вот мы росли да и мы знали надо закончить институт все знали институт надо закончить вот этим ты им говоришь они к это зачем а там ничему не учат а там все устарел вот я сколько я слышу вот от молодняка не знаю вы знаете у меня другая картина у всех моих друзей приятелей у всех дети у всех дети имеет образование и все очень как бы заточены на том что получить это образование я такой темы не слышала чтобы кто-то не имел образование то есть молодежь понимает что образование да нужно то есть я не сталкивалась таким у нас на канале зрители вот те кто нас сейчас смотрит у нас очень много таких которые как бы дорогат идти работать но они могут даже формально где-то подучиваться но они говорят мне возможно я хожу в университет какие-то люди которые давно уже там ведь устарели какой-то тоску там и не знаешь чего не там учит и тогда это конечно немножко другая тема академическое образование она вот расширенная но действительно очень расширенной и очень сложно это совместить с тем что диктует жизнь все-таки нужно зарабатывать нужно работать где-то и посвящать вот такое время учебе как мы например это делали да мы же не работали мы придерживались только сожалению молодежи сейчас такой возможности зачастую нет такой вопрос раз мы про возможности сравнивая лос-анджелес вот тут нет ощущения что вот в кремниевой долине мы перешли какую-то границу разумного вот в соотношении зарплаты стоимости жизни что какая-то бессмысленность какая-то вроде и платят много и и не купишь ничего за эти деньги и как-то то есть может быть даже есть смысл там поехать ну допустим условно там сакраменто два часа езды где платят там на 15 процентов меньше по статистике официально а стоимость жизни там в три раза меньше ну вы знаете я столкнулась с тем что в принципе что мне нравится здесь именно в силиконовой долине здесь все как-то однородно а почему однородно потому что доход людей он ну наверно как как говорится выше среднего да конечно я да я бы сказала доход у людей здесь очень хороший и в принципе и люди которые живут силиконовой долине они могут позволить себе намного больше чем например в том же лос-анджелесе ну как бы условно здесь концентрация понимаете вот это айти концентрация она когда больше и она дает вот какие-то такие результаты что ты выходишь на какой-то другой уровень жизни и в принципе конечно все рано или поздно сталкиваются с тем что очень дорого здесь все жилье да и невозможно подступиться но ты к этому приходишь уже немножко позже пока ты вот ты приходишь в эту нишу заходишь ты понимаешь что ты да ты вот перешел на какой-то другой уровень и пока ты находишься в нем а потом да действительно переходишь на следующий думаешь да теперь нужно бы вот вот ваш мальчик то он свободно еще он живет с девочкой вот они с девочкой у них есть мысль там купить что-то в этом биране но есть а когда они могут себе позволить появилась когда они уже имеют оба стабильную нормальную работу он уже начал задумываться о том что теперь он уже мысли же другими категориями как маркет пойдет куда развивается то есть как по взрослому у него есть ответственность вот 27 лет за девочку девочка по-русски говорит тоже из узбекистана нет слушай у нас метр два такой громадный парнище сколько просто 6 два метра есть у меня друзья у меня 61 так я относительно высокий так что сто восемьдесят 6 до чем я сто восемьдесят шесть у него еще я у него сто девяносто три тоже ничего девушка тоже высокая высокая она выше меня я тоже немаленькая я я метр семь семь ну что же хорошо а вот а какие то есть у вас мечтания да ну вот чего то такое чего хочется еще нет вы знаете мечтание вот действительно мы наверное вот действительно вот в этой погоне за ну не то что хлебом насущным это с чересчур так сказать но вот в этой погоне вот за этими всеми благами за золотым тельцом ой да конечно много таких а мечтания как-то уходит куда-то на задний план и и сложно вообще понять о чем ты действительно мечтаешь это вот гонка вышибает такой философский вопрос задали действительно хочу а вообще о чем это все я уже сказал что за погоня со золотым тельцом подумал я тоже телец телец золотой спасите моя света он скажет совершенно золотой да вы что когда родился 22 апреля как ленин я 28 но мы с ним такие ранние тельцы да хорошо ну что же давайте мы тогда вот что сделаем мы пожелаем луизе успехов на поприще народного образования спасибо народного да ну как у нас народ мы народ образовываем я вижу тут такое на самом деле интересную комбинацию менеджмента бизнеса что за бизнес был какого плана а это было у нас было а рейнтинг компани раньше раньше было был другой рынок немножко работали с большими стульки на студиями paramount disney fox были наши клиентами и было очень приятно получать чеки смотришь paramount picture особенно мне я только приехала и как-то для меня это было очень так хорошо фокс там но такие очень громкие компании она была тенденция такая что раньше когда они собирали продакшен что-то снимали что-то делать они ориентовали полностью все вот они вплоть до столов вообще ничего не было и компьютеры они ориентовали принтеры факс машины но там коперы позже появились то есть серьезно серьезный оборот это был очень-очень-очень такой процветающий бизнес но после того как случилось это на неливо да но конечно все очень упала и компании также перестроились как и все они стали не то что сами покупать они попроще подошли они нанимали людей говорили приходить со своими компьютерами и доплачивали им 75 долларов по моему зарплате и все были счастливы приходили своим компьютерами работа на это было тогда сейчас я не знаю как уже а у нас в школе я смотрю в основном они приходят со своими вроде мы покупаем и ставим и они стоят там и в основном со своими этот я говорю о продакшен это немножечко наверное другое все-таки обучение так и для себя обучаешь на работу ты приходишь и постепенно к сожалению вот этот бизнес он немножечко очень упал вот и но потом была работа там с отелями потому что в отелях проводится очень много и кстати очень многие организации там устраивают всякие свои какие-то внутренние мероприятия какие совещания проводят мы обеспечивали вот эту техническую сторону то есть много суеты такой там собрали а то микрофона нет но в принципе нет она так не бывает но если ты нанимаешь какой профессиональной компании но я хочу сказать что фокус он конечно изменился и наши компании тоже пришлось сжаться какой-то момент а правда вот говорят но есть такая мулька что вот в лос-анджелесе там поскольку голливуд или там девчонки съезжают совсем со всей страны там красотки там мечтают куда попасть в кадр говорит что в лос-анджелесе в каждом гараже продакшн кино снимают что действительно в лос-анджелес большой поток молодежи и молодых действительно молодых ребят а который мечтает о кинокарьере и ребята и девочки но к сожалению не все попадают а может быть они учатся не знаю но как какая как какой там путь такой проложенной и все идут в официанты девочки и мальчики идут в официанты но в чем в чем хороший поинт в том что это действительно замечательная школа актерского того же мастерства потому что знаете вот это преломить себя обслуживая кого-то то есть они же играют какую-то наверно роль доза не обслуживают и должны это делать так с уважением с чего и хочешь ну как бы все же там система то вся сложена то есть для них это на самом деле тоже такая хорошая практика но некоторые воспринимают это как практику а некоторые там и остаются а вот с точки зрения русских магазинов вот я знаю что армянский магазин очень такие я как-то вот попал в парочку я выйти не мог из армянских из-за в каком вы были вам одно название вообще два часа не уйдете это вообще что-то действительно там русские магазины там лучше представлены чем здесь в северной калифорнии там больше поток народу оборот а и концентрация наверно русскоязычных вот как русскоязычный комьюнити более там например там есть ирия вест-холливуд там живут в основном русские раньше там жили представители голубые гомосексуалисты наш наш брат и вытеснил вытеснил кого-то выборил вот и в принципе да вот вы с холлива до сих пор живут люди и там целая есть улица санта-моника там кусочек не кусок хороших на ли квартала санта-моника бульвар да в одном вот участке там справа и слева наверное там магазина там все вывести на русском прям улица вся покушать и да и рестораны и очень мне нравится что здесь не хватает не хватает того что здесь мало русских ресторанов каких вообще не сторона только что французского в принципе такая тема в лос-анджелесе очень распространена что у тебя день рождения ты собираешь друзей двадцать тридцать ведешь русский ресторан заказываешь банкетный стол шикарный с живой музыкой такая красота приходишь там это программа и и пляски и танцы и еда совершенно обалденно очень вкусно домашние и как бы очень весело проходят вот такие мероприятия как дни рождения там какие-то семейные торжества вот чем я столкнул здесь здесь я столкнулся что здесь таких ресторан в сам французске был был помнить фондори очень хорошие друзья вы главное уже приезжайте а вот там разберемся да вот у нас есть самовар есть и в самоваре там банкетный зал там 15 человек не приведешь конечно так допустим пол сотни норма ну там зал там меньше это же не ресторана там снимается зал там полгода вперед занимать я часто там снимаю мы заезжаем за какие-то салом или там ну так столу что-то взять туда едем и там саша хозяин он так тестером был тоже да он покинет с таком поговорить может очень-очень да и как-то он мне говорит а что говорит миша правда ты книжку написал я буду большая 700 страниц вот это правильно дед дед говорил меньше 500 даже не садись то есть марком хорошо да я его как-то спасил чем твой магазин отличается от других тем что я тут есть а там меня нет логично 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 нет можно жить можно жить вот красивые эффектные женщины пожалуйста портнов компьютерского славится спасибо да ну что я надеюсь что не только как говорится внешним видом будем прославлены нет дела не только делами сущностью а сущностью давай тогда помашем им ручкой так скажем ребята до новых встреч счастлива всем спасибо за внимание